Друзья мои, спасибо большое, что вы пришли. Вам понравилось, да, я надеюсь, что первое выступление, оно такое эмоциональное, а второе будет тоже эмоциональное. Вас здесь меньше, и если честно, я вам скажу, что обычно говорят, все у нас маркетинг, сейчас маркетинг все. Я выступал на форуме юристов, и все, что я слышу, это обязательно. Вы знаете, наш маркетинг, нужен маркетинг, нам надо стать маркетологом, я выхожу к ним и говорю, с ума сошли вам стать маркетологами. Тогда вы перестанете быть юристами, обращайтесь к маркетологам, вы все равно не достигнете такого уровня. Все, что я сейчас приду к своей партнерше, скажу, Ирочка, нам надо с тобой стать юристами. Поэтому я понял такую вещь, что важно сделать такой курс для немаркетологов. Вы здесь ни хрена не узнаете, и маркетологом не станете, но вы сможете увидеть некоторые штуки, о которых я думаю, которые вам дадут точку прицеливания. Помните то, что я рассказывал когда-то, вы начнете отличать вот это вот, там Мартин сделай операцию, или Мартин не сделай операцию. Вы просто увидите, когда вас начнут дурить. И вот это вот важно. С вашего позволения мы начнем. Итак, маркетинг для немаркетологов. Все в нашей жизни соперничество. Зачем нам нужен маркетинг? Потому что мы ведем с вами конкурентную борьбу. Я так понимаю, что вы все где-то друг к другу конкуренты, да? Отлично, приятно. Столько конкурентов и не моих. Просто прекрасно. Итак, ну а знаете, кто из вас выиграет? Ну тот обратится ко мне потом, естественно, понимаете. Так вот, бизнес это соперничество. Вы соперничаете друг к другу. Что такое открытый и конкурентный рынок? Я вам скажу, открытый и конкурентный рынок – это первый закон термодинамики. Закон сохранения энергии. Энергия ниоткуда не берется и никуда не исчезает. Ее 100%. Что это значит? Это значит, что у вас на рынке крутится одинаковое количество долларов. Допустим, на вашем рынке 100 долларов. Это значит, чтобы кто-то из вас, вот кто-то из вас, допустим, держит долю рынка 5%. Ну, к примеру, допустим, это 5 долларов. Для того, чтобы он заработал 6, кто-то должен этот доллар потерять. У кого-то было 5, должно остаться 4. Вот это вот есть жесткий, открытый, конкурентный рынок. Вы не можете нарастить ни на 1%, ни на 1 доллар не можете нарастить свой доход, без того, чтобы кто-то этот доллар потерял. Но. И в этом но все. Что такое открытый, конкурентный рынок в России? Точно так же, как в Украине. Это который немножечко какой-то гибкий. Вдруг правительство проводит тендер, вдруг нарисовалась какая-то компания Василек Инкорпорейтед, которая вдруг взяла, почему-то и получила там 2 миллиарда рублей. Понимаете? И они вроде как откуда-то взялись, и они куда-то вроде уйдут. Рынок отдельно, и тут вошли какие-то деньги. Или тут исчезли какие-то деньги. Что происходит? У вас все время плавает количество. Вот я вам хочу, вот я вам донесу эту мысль проще. У вас плавает все время какое-то количество игроков. То игроков больше, то меньше. То у вас конкурентов больше, то меньше. Какая-то компания закрылась, какая-то компания открылась. А доли рынка у вас не меняются. Вы как приблизительно себе плавали, долю рынка это контролировали, так вы ее и контролируете. И если кто-то ушел, у кого-то из вас должно добавиться. А это значит, что у вас рынок не до конца сформирован. Это значит, что он не представляет из себя именно открытый, закрытый, такой конкурентный рынок, жесткий. Итак, у нас есть пять органов чувств. Мы с вами, слушайте, а здесь вот кто-то может частоты в микрофоне? Иван, кто-то может? Звукорежиссер есть какой-то вообще в этом деле? Нет, не тише, тут надо по частотам, меньше высоких частот надо убрать. Попробуйте. Так вот, звенит сильно микрофон. Так вот, у нас есть пять органов чувств. Эти пять органов чувств и служат тем самым магнитом, который мы привлекаем нашего клиента. Мне пришлось припереться за тысячу километров и тысячу долларов для того, чтобы я стоял здесь. Потому что вам надо меня посмотреть, вам надо меня послушать, вам надо меня понюхать, вам надо меня потрогать, вам надо посмотреть, как я поплююсь. Потому что это все есть успешная коммуникация. Меня много. Намного дешевле было, если я бы здесь бы назаписал, здравствуйте, привет вам из-за снежного Киева, там, дорогие мои друзья. Это была Абдуля с Маком. Потому что важно, чтобы я находился перед вами, потому что у вас задействовано больше органов чувств. Поэтому любая дистанционная продажа всегда сложнее. Поэтому у нас есть это придурковато. Ой, там, Василий Богданович, давайте мы с вами выпьем кофе. Да кофе вредно. Но мы все равно вынуждены ехать, хрен знает куда, стоять по пробкам. Потому что мы с вами знаем, что лучше один раз увидеть, чем в сто раз услышать. Да? И тому раз, и тому подобное. Итак, чем больше у вас задействована коммуникация органов чувств, тем выше вероятность того, что сделка состоится. Но у нас есть шестое чувство. Ваня, а эта вентиляция вырубается? Она шумит. Вот я капризный. Это не как-нибудь. Так вот, у нас есть шестое чувство. Что говорит наше шестое чувство? Это важно. Анастасия. Что говорит наше шестое чувство? Мы чувствуем, когда нам врут. Мы чувствуем ложь. И когда выходят политики и начинают что-то рассказывать, он говорит, хоть краном прикладывай. А мы, как Станиславский, говорим, ну не верю. Ну не верю. И когда вы говорите, мы там ля-ля-ля, там сделаем, бла-бла-бла. Знаете, начинается? Наш крем разладит ваши морщины на 11%. Сука, кто-то их мерил? Понимаете? Ну мальчики, ну мы же с вами, елки, девочки, вы же тоже физику в школе учили. Когда вам говорят, что у вас удлиняющие вот эти ресницы, какая-то хрень вот эта, которую вы мажете на ресницы, да? Тушь. У вас ресницы все время одинаковой длины. Они не удлиняются. Никакими делами. Поэтому это все коммуникация. Мы выдаем то, чего нету. Мы начинаем чувствовать, с одной стороны, ложь, а с другой стороны, мы хотим в нее верить. Поэтому, когда мы говорим о решениях, то тут важно. Когда ты человеку говоришь, вот мы там бла-бла-бла, вот там для вас сделаем, вы получите вот результаты. У меня вопрос. А вы сами бы купили это на месте того человека? И тут важно, когда я кому-то что-то продаю, вот я, Дима Розенфельд, на месте этого чувака, который сидит напротив меня из какого-то аграрного холдинга, из какой-то продюсерской компании, из какой-то юридической компании, из какого-то 1С Битрикс, он мне что-то бла-бла-бла про свои протоколы, а я понимаю, что продавать это надо совершенно иначе. Вообще совершенно иначе. И я ему говорю, чудак, продавай иначе, я тебе сделаю. И он у меня покупает по одной причине. Я верю в каждое слово, что я говорю. Когда-то давным-давно я покупал свою первую машину, Рено. Мне казалось, Боже, это фантастика, новая в автосалоне, в кредит. Рено, там какой-то сценик, жуткая машина. Ну, в хорошем смысле, если это записывается, отлично. Так вот, покупал машину. И мне рассказывали, какая машина. Супер, фантастическая, прекрасная. А потом чувак сел, это замдиректора автосалона, сел на Ауди и уехал. И я понял, что что-то не то. Понимаете? И я не ошибся. Поэтому, если вы верите в то, что вы это продадите, вы это продадите. Что вы бы сами это купили. Никогда не читайте. Не читайте умных книг. Не читайте ни хрена. Не читайте все вот эти там успехи, там порвать, там как я стал звездой, там 8 правил чего-то, 9 правил чего-то. Не читайте всю эту муть. Не покупайте бизнес-лидературу. Она отравляет, рассказывает неправильные вещи. Запомните, вы сейчас выходили из зала. Что сказали? Дмитрий Александрович не разрешает снимать и распространять все лекции. Дуля с маком я кому-то расскажу. Вот вы меня привезли, я вам рассказал. А если это все будут знать, на какой черт мне все мои уловки? Никто вам в книге никогда ничего полезного не расскажет. Дурных немая. Нет. Поэтому не читайте это все. Оно вызывает, как любое, как журнал Forbes, или как, не, хороший журнал, кстати. Другой журнал. Похожий. Оно знаете, что вызывает? Комплекс неполноценностей. Познакомьтесь, это Владимир. Владимир в 24 года основал молодую компанию, новый стартап, который купил Уолрен Баффет за 18 миллионов долларов. Теперь Владимир гуляет с собакой по центральной порте. Сидишь такой, думаешь, бляха-муха, сука, я в Казани. Понимаете? Поэтому не читайте. Оно отравляет. Руководствуйтесь здравым смыслом. Я перед собой вижу 150 умных, думающих людей. Перестаньте слушать эту хрень. И подумайте просто про здравый смысл. Простой пример. Мой друг Валера, лучший друг, едет в аквапарк. И в аквапарк везде висит реклама. В лифте такая, знаете. Аквапарк, 5 бассейнов. Там ля-ля-ля. Вы прекрасно получите удовольствие. Там поплавайте. Бла-бла-бла. Красиво. В субботу ждем. Звонит Валера. Я говорю, ну что, был? Он говорит, ну да. Я говорю, что? Ну, если честно, там не 5 бассейнов. Там 4 бассейна. И такой маленький, одна как лужа. Хрень какая-то такая. Вообще там не заходила Леля туда вообще. Даже вообще. А теперь давайте подумаем. Что я услышал? Первый посыл. Первую реакцию. Я говорю, и как? И что? Знаете, что он сказал? Он сказал, розик меня обманули. Бассейнов не 5, бассейнов 4. Один маленький. Фигня это все. А накололи меня. Как правильно строить коммуникацию? Народ, здравый смысл. Врубайте. Знаете, как? У нас 4 бассейна. Ну, мне похрен. Ну, что 4, что 5. Ну, это абстрактная вещь. Что здесь 30 дырок, что 27. Один хрен. Тогда на звонок по телефону. Валер, ну что, был бассейн? Был. И что? Да, чувак, там не 4 бассейна, там 5. Да, конечно, маленький тот. Но это же бассейн. Таким образом, вы получили больше, чем вам заявили. Я думаю, ни хрена себе. Там их целых 5. А теперь давайте посмотрим, как это происходит у компаний каждого из вас. Директор сейчас. И еще вот это. Ты еще пиши, что мы еще это. И это мы директор. Ну, тоже пиши. И вот это вот пиши. И то пиши. А это, если будет надо, тогда мы тоже это делаем. И кончается это пшиком. Потому что, как вы помните, что надо 3-4 самых важных таких шоу-стопы рассказать. И до свидос. И вот это чистый, здравый смысл. Тут не надо быть Эйнштейном и не надо читать умные книги. Супер страшная тайна о маркетинге, которая вам для немаркетологов полностью заменит 5 лет обучения, плюс магистратура, плюс кандидатская, плюс все. Вы о маркетинге узнаете сейчас все. Вам интересно? По 5 баксов собери с них. Так вот. Итак, мои хорошие. Если у вас проблемы с продажами, то есть всего 3 варианта. Вы продаете хрень. Вы продаете хреново. И вы продаете хрен знает кому. На этом маркетинг закончился. Спасибо. Всего есть 3 варианта. Как у Иванушки дурачка. Вот на этом все. Налево пойдешь – получишь. Направо получишь – тоже получишь. Вот это все. Вот запомните. Придете к себе в компании. Вот показатели падают. Доллар растет. Покупательная способность. Вот все, что вам будут говорить про экономический кризис. Вот вам ответы. Вот вам она Библия от Розенфельда. Вот оно Писание. Так вот. Запомните, что вам надо сделать. Подберите целевую аудиторию. Если вам говорят, когда они не слушают, надо к ним подходить. Они в школе сразу так замирают. А, вам нифига не видно. Может, вы дальше все сядете, нет? Понял. Слышно хорошо. Спасибо большое. Так вот. Когда вам говорят, что ой-ой-ой, дорого, не покупают, ля-ля-ля, это значит, что вы неправильно подобрали целевую аудиторию. Делегированная покупка. 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 Что это? Делегированная покупка. Никто из вас не знает. Я вам сейчас расскажу. Эта хрень простая-препростая. О чем она говорит? Когда жена говорит мужу, Вадик, пойди купи сироп от кашля для Кати, это есть делегированная покупка. Потому что маме важно, чтобы там был парацетамол. Папе важно, чтобы оно стоило не больше, чем 300 рублей. А Кате важно, чтобы оно было с клубничным вкусом. Хорошая машина Феррари, но три мешка картошки не влазят. Поэтому это и есть делегированная покупка. Покупка одна и та же, а у каждого из них своя совершенно ценность. Вы спрашиваете, мне звонит 25 человек в день. Дмитрий Александрович, у вас нет сайта. Открыл он мне Америку через форточку. А то я не знал. А он-то, мне надо найти лидеров мнения, у которых есть деньги, у которых нет сайта. Это ему начальник говорит. И он нашел, он меня искал, он нашел. Для него это событие. Для меня нет. Я уже 42 года знаю, что у меня нет сайта. Для меня это не событие. Понимаете? И он такой, у вас нет сайта. Все, мы пропали. Хип снимают, клиенты уезжают. Надо срочно что-то делать. Я как-то жил без него. Я, наверное, не дурак. Я же, наверное, мозгами думаю. Все, мы вам сделаем. На три вопроса он ответить не может. Нифига он ответить не может. И для него это, он не понимает, что для меня это делегированная покупка. Мне сайт нафиг не нужен. Вот вообще. Мне сайт нужен для каких-то там решений о проблемах. И заказывать буду его, может, и я. А принимать решение будет мой сотрудник. И тому понравится он должен моей жене. Вывод. Поэтому посмотрите, пожалуйста, каждый раз, когда к вам кто-то приходит, все люди, из которых, вот посмотрите, вот давайте инструмент дам, посмотрите тех клиентов, которые у вас уже были. И посмотрите, у кого из них делегированная покупка, а у кого нет. Понимаете? Это очень важно. Двигаемся дальше. Передайте ценность. И, пожалуйста, передайте ценность ее. Я говорю, не вы. Когда мне надо кому-то что-то объяснить, я спрашиваю у своих друзей. Чувак, что ты видишь в этом ценном? Он мне скажет, ну ты знаешь, Розик, я подумал, что такая хрень может то-то. Вот я так и рассказываю. Эта хрень может то-то. Потому что если я сейчас начну рассказывать умные вещи, меня просто не поймут. Покажите, что есть и плохие варианты. Как я делаю это? Знаете, у меня есть такое любимое выражение. Я понимаю, я говорю, вы знаете, тут существует такая проблема, вы ее, конечно, видите, да, вот там ее надо решать. Но, знаете, там вот есть такое решение. Я называл плохое решение, но решение. А есть такое решение. Либо, это часто бывает, либо обращаться вообще к каким-то проходимцам, либо обращаться к брендовым компаниям. Это очень дорого стоит. Ну, выбирайте, что хотите. И я заранее даю псевдовыбор, потому что выбора нету здесь. А когда человек говорит, ой, вы знаете, мы как-то там сами справлялись. У меня на это и знаете какой ответ? Вот никто из вас мне не ответил. Когда вы говорите, я говорю, у меня сайт Анье тоже мне целый мир. Вы все молчите. Знаете, что я отвечаю в таких случаях? Знаете, что отвечаю? Я отвечаю, ну, тут надо быть смелым человеком. Как только человек, взрослый мужик, слышит, вы знаете, это смелое решение, он сразу думал, ну, бля, хомуха, что-то не то. Понимаете? Что-то не то. Когда мне говорят там, а, до свидания, до свидания, да, до свидания, Дмитрий, берегите себя. Я сразу начинаю сказать точку снайпера, знаете, такую вот красную. Это опасные слова. Поэтому вы всегда вот такое можете сказать. А вы знаете, это надо быть смелыми людьми, чтобы такое-то, чтобы так поступать. И человек, я ему не сказал, что он неправильно сделал, но он так подумал, что ну, надо еще раз как бы посмотреть это. Дальше. А после этого, я говорю, ну, есть решение, я даю выход. Вы знаете, вот этот путь имеет свои минусы, этот путь имеет свои минусы, но мы нивелируем эти минусы вот этим решением. Вот так вот мы продаем. Итак, как добиться эффективности? Иоанн, глава 9, стих 25, который звучит. Был я слеп, но я прозрел. Потому что, запомните, люди выбирают не характеристики, люди выбирают преимущества. Это очень важно, потому что сейчас мало и недостаточно показать, что у тебя хороший товар. Тебе надо обязательно показать по сравнению с кем. Скажите, пожалуйста, там, Ниссан, Премьера разгоняется до сотни за 10,5 секунд. Это много или мало? По сравнению с Феррари, это мало. По сравнению с трактором Беларусь, это много. Поэтому, когда мне говорят, что в этом телефоне там 6 ядер, я не знаю, что такое ядра. Но я понимаю, что тот телефон, у которого 4, это для лохов. Для настоящих пацанов, тот, у которого 8, в чем разница, я не знаю. Определить я не могу. Амулет, экран или суперамулет я отличить не могу. Понимаете? Фу, у тебя там фу-фу-фу. Я не знаю фу-фу-фу, но все равно делается в Китае одним ударом пресса. Поэтому вы сейчас можете продать только показав отличие от какого-то другого. Что в таких-то случаях решают, обращаются туда-то. Но в вашем случае это не выход. В вашем случае либо так, либо так. Это плохо. А вот мы предлагаем вот это. Оно компенсирует и нивелирует эти оба варианта. Вам недостаточно просто сказать, что эта вещь хорошая. Вам достаточно показать, что этот багажник самый большой в классе. Среди всех остальных именно это является двигателем покупки. Это две машины. Одна из них Mercedes, одна из них BMW. Они практически стали неотличимыми. Mercedes снизу, да? Снизу. У меня сидит человек из Daimler Chrysler на выступлении в Днепропетровске. Я говорю, тут Mercedes. А ты такая, а чего тут две BMW, Дмитрий Александрович? Понимаете? Они похожи. И вы все похожи. Вы говорите, все меня засыпают письма. Я вам такой, разработать сайт. Там от 100 рублей за десяток яиц мы вам разработаем сайт. И еще за два яйца мы разместим во встоп в Гугле. Ну вы же видите, эта же хрень вам же тоже приходит. Хуже, вы ее пишете, наверное. Так вот. Вы для меня все одинаковые, как тостеры. Понимаете? Единственная возможность – это отличаться от других. И мне по-настоящему совершенно все равно, как вы добиваетесь результата. Экономика будущего. Что такое экономика будущего? Экономика будущего – это когда ты обещать не значит жениться. Поматросил и бросил. Что это значит? Это значит, что ты получаешь все сливки и при этом ничем никому не обязан. Посмотрите на Убер. У Убера нету своих машин. Они ему не нужны. Посмотрите на Фейсбук. Фейсбук контент не создает. Там не сидят писатели. Там сидят такие, как я, и пишут. И они мне ничего за это не платят. И что с меня за рекламу иногда берут? Посмотрите на Гугл. Гугл не знает всего того, что там есть. У Гугл робот, он ходит, собирает. Поэтому посреднические площадки. Посмотрите, можете ли вы где-то быть посредником. Не надо работать самому. Попробуйте, может быть, вы сможете сформировать экономику, стать одним из участников экономики будущего. Исчисляемое и неисчисляемое. Это то, ради чего я сюда приехал. Это самое важное, что есть. А что вы не зайдете все? Заходите, пожалуйста. Зайдете? Зайдете? С той стороны есть места. Пожалуйста, зайдите. Пока пауза, мы можем быстренько пройти. Мне надо сказать, что у меня был полный зал, а там четыре кресла свободные. У кого рядом свободное место, пожалуйста, поднимите руку. Хорошо. Исчисляемое и неисчисляемое. Ребят, проходите. Это то, ради чего я приехал. Это важно. Вот мы шутим, я хочу, чтобы вы это поняли. Дальше. Посмотрите на эту машину. Она сексуальна. У нее такие обводы. Она такая вся возбуждающая. Она сама как энергия. И посмотрите на эту машину. Она тоже красная. Но что сказал Шекспир? Он сказал, бороться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. И он был абсолютно прав. Вот эта машина, хрен знает, что с ней будет. И где ты под Саратовым будешь ей чинить подвеску. А вот эту машину отремонтируют тебе с помощью топора и какой-то матери в любом гараже. И жрет она бензина в три раза меньше. И запчасти у нее в три раза дешевле. И их валом. И сколько в результате продается машин больше? Шкода или Альфа-Ромео. Вы гляните на улицу. Это тот случай, когда дура-дура и на свою десятку в день имеют. Понимаете? Тот самый случай. Поэтому вы поймите, что когда вы начинаете работать с неисчисляемыми показателями, обводы, сексуальность, энергия, внутренний позыв, это все хрень. Когда вы начинаете рассказывать, да у меня вот тут железяка, вот сворованные, разобрали, тут бери, тут очень дешево. Вы сразу же снимаете у человека напряжение. Человек понимает, с чем ему приходится столкнуться. Как только вы переводите, начинаете клиентам рассказывать про процессы, про какие-то у нас уникальные предложения, у нас самые лучшие программисты. Я не знаю, что только самые лучшие программисты или этот еще более самый лучший, лучшего программиста. Я не понимаю. Поэтому никогда не используйте прилагательные, прекрасные, уникальные, экстрадинарные, замечательные. В общем, ну вот все вот это выкиньте к чертовой батере и дайте исчисляемую характеристику. То, что можно потрогать и пощупать. Потому что все просто. Посмотрите на этот автомобиль. Когда этот автомобиль там 10 или 20 лет назад выходил, китайских автомобилей еще не было. И все говорили, фу, это же корейское дерьмо. А мы отвечали, да. Это корейское дерьмо. Вы совершенно правы. Мы не рассказывали про то, что эта машина, у нее красный цвет, это там цвет, там Толедо, специально подобранный под глаза вашей тещи. Мы не рассказывали все эти чепухи. Не рассказывали. Но мы рассказали одну важную вещь. Мы подумали, а кто конкурент этой машины? Кто? Что, Тойоты, Мерседеса, БМВ? Нифига. Ее конкурент это советский автомобиль. Это дедушкина Волга. Это бабушки, папины Жигули. Это человек, который не хочет покупать советскую машину. А раз он не хочет покупать, то эта машина посреди дедушкиной Волгой уже намного веселее выглядит, чем по сравнению с Тойотой Короллой. И тогда, когда непонятно, с чем человек столкнулся, ему дали четкий, простой, понятный, исчисляемый показатель, который говорит, у нас, да, это кореец, да, но у нас 7 лет гарантии. А сколько, сколько в вашей Тойоте? Сколько, сколько в вашем Мерседесе? А 7 лет гарантии, это значит, что ты покатаешься, твоя жена покатается, твоя любовница покатается, твоя собака покатается, ты продашь, он покатается, его жена покатается, а она все еще будет на гарантии. И мы вложили вот все вот в этот самый главный показатель. Все, 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 что есть. Вот у нас на Украине она выходила вот так вот. И это классно, потому что они четко сосредоточились на исчисляемых показателях. И посмотрите, сколько это сейчас машин по улицам ездят. Их валом. Посмотрите, пожалуйста, разве мы говорим, посмотрите на этого бегуна, как он бежит, как у него сексуальные обводы, какое у него вдохотворенное выражение лица. Мы не говорим, мы говорим, хрен, там, пробеги быстрее, чем 19.32. Потом рассказывай, кто тут из нас самый впечатлительный, самый умный, кто сексуальный бежит. Есть четкий показатель. И вы никогда, никогда не сможете, вам конкуренты ничего не скажут. Я скажу, что это просто. Сделайте быстрее. Дальше вы пендриваетесь. Потому что на самое-самое, самое крутое, эмоциональное, вовлеченное предложение, есть более крутое и вовлеченное предложение. На самое-самое-самое. Поэтому, кто из вас лучше, вы можете померить только исчисляемым. Итак, переведите все в исчисляемые характеристики. Помните, вот мы на прошлом, я на прошлой лекции рассказывал, что доверие – это ключ, покупают у котенка. Чтобы вам доверяли, вы можете заставить человека поверить, только если вы дали исчисляемый показатель. Но не все так просто. Существует пирамида доверия. Пирамида. Называется пирамида Розенфельда. Очень скромно. Это исчисляемое. Это самое простое. Это вам всем бесплатный инструмент. Вот бесплатный мой подарок. Вы завтра все придете на работу. Завтра не придете. Суббота, шаббат, нельзя. Придете в понедельник на работу. И совершенно бесплатно сядете своими ребятами. Выбросите всю эту муть со своего сайта. Ответите на три вопроса Розенфельда. Дадите исчисляемые показатели. И это вам достанется совершенно бесплатно. Если же вы захотите стать рубашкой Дольче Габбана, то вам надо будет уже таких бабок вкладывать. Потому что кроссовки Nike можно брать с закрытыми глазами. Это сунь-фунь-фунь надо доказывать. Но кроссовки Nike надо брать с закрытыми глазами. Дольче Габбана можно брать с закрытыми глазами. Тойоту можно брать с закрытыми глазами. Но о них ушли миллионы. Вы помните, что Самсунг 6 лет был генеральным спонсором Олимпиады? Или сколько там? Самсунг был спонсором, вытеснил роликс, был спонсором там Ролан Гароса или каких-то там теннисных турниров Большого Шлема. Вы себе представляете, сколько бабок там надо заплатить? И только сейчас он стал Самсунгом крутым, что его можно брать с закрытыми глазами. Я вам задам вопрос. У вас такие бабки есть? Поэтому исчисляемо я вам дарю бесплатно. А это стоят уже миллионы. Создавайте свой фан-клуб. И это очень важно. Создавайте свой фан-клуб. Закрытое сообщество. К брендам присоединяются. Бренды не покупают. Машину Феррари не покупают. На машину наплевать. Вы становитесь элитарным членом клуба владельцев автомобилей Феррари. По всем исчисляемым характеристикам, Самсунг лучше айфона. Но самой дорогой маркой на Земле есть именно Эппл. По одной простой причине. Потому что они объединились вокруг религии. Эппл это религия. Потому что Стив Джобс сумел создать религию. Если завтра Эппл начнет выпускать эмалированные тазики, айтазик, то вы все побежите покупать айтазик. И будете рассказывать, что остальные ничего не понимают. И айтазик плюс у кого, вот это уровень. Если завтра Эппл начнет выпускать эмалированные ванны, вы побежите их покупать. И вам остальное все равно. Потому что, одной причине, потому что Эппл заставил вас думать, что вы большинство, которое по-прежнему думает, что оно меньшинство. Понимаете? Потому что Эппл стал религией. А Самсунгу этого сделать не удалось. Потому что Самсунг продает по-прежнему телефоны, а не мечту. И уже сверху стоят ценности. Снизу стоит исчисляемое, то, что вам достанется бесплатно в понедельник. Дальше идет узнаваемость, которая стоит миллионы. А дальше идет ценности, которые стоят миллиарды. Миллиарды. Поэтому, когда Гитлер сказал, идем резать евреев, все встали и пошли резать евреев. Потому что ценности и религия, и вера, она не предполагает сомнения. Харли Дэвидсон, это не мотоцикл. Плевать. Это уже религия. Это вера. Все. Харли Дэвидсон, все. У нас есть куча таких брендов. Понимаете? Кто носит фирму Adidas, тому любое ля-ля-ля. Поэтому это уже есть фетиши. Есть куча брендов фетиши, как Rolex у чувака, золотой Rolex, бла-бла-бла-бла-бла. Плевать. Идут точно так же. Поэтому первое вам дастся бесплатно. Узнаваемость вам дастся миллионы. А ценности вам дадутся уже за миллиарды. Поэтому запомните, что когда вам все умные книжки начинают рассказывать на тренингах личного нароста, начинают рассказывать какие-то гуру маркетинга про голубые океаны. Это так модно сейчас. Голубые океаны. Да, стратегия голубых океанов. Создай под себя свою аудиторию. Создай. Это все чушь для тренингов личностного роста. Потому что для этого нужны миллиарды. Миллиарды. Вы сотнями миллионов здесь не отделаетесь. Я могу продолжать? До этого момента все понятно? Я вами манипулирую в настоящий момент. Это называется подмена понятий. Потому что когда я скармливаю клиенту что-то, я ему периодически задаю вопрос. Я могу продолжать? Все понятно? И когда мне человек говорит, да, я могу, да, да, Дмитрий, продолжайте, продолжайте. Это значит, что он согласился подсознательно со всем тем, что ему до этого сказал. Если я сейчас выйду и вам присутствует, ну что, правильно сказал Дмитрий, вы не можете сказать, нет. Вы секунду назад сказали, да. Поэтому это получается, что вы завернули это письмо, вложили в конверт и отправили, и оно уже назад не возвращается. Поэтому вы периодически спрашиваете подтверждение. Помните, вам интересно? Вы такие, да, там да. Вы же интеллигентные люди, вы же не можете сказать нет. Понимаете? Двигаемся дальше. Экзамены на скорость. Часто бывает такая штука. У нас есть несколько агрессивных банков в Киеве. И они периодически звонят на телефон и говорят, Дмитрий, мы хотим вам предложить открытую карточку в нашем банке или счет в нашем банке. У вас бывает такое? Вам звонят такое? Так, звонят, бывает. Это самая типичная ошибка. Посмотрите. Когда человек говорит, ой, знаете, Анатолий, мы хотим, чтобы вы открыли, мы предлагаем вам открыть банку. А теперь думайте, это экзамен на скорости. Я просыпаюсь такой, карточка в банке, карточку. На хрена мне карточка? А у меня же у тебя две есть. Блин, а у Софы что же есть? Елки. Ее же надо продлить. Я ее перевыпустил. А у меня вообще долларовая и гривня. А какой банк? Банк. А какого у меня банка? Я уже не помню. Елки. А гривневую и долг? И человек отвечает, а какую вам надо? Я такой, я не знаю, какая мне надо. То есть я не знаю, я должен все думать. Какая мне надо? Что? А сколько у меня там денег? А еще есть такая карточка. И в этот момент вы заставляете меня за эти пять секунд провести всю вот эту вот работу. Потому что прекрасный и умный философ Робин Шарма, канадец, сказал, не приходите с вопросом, приходите с решением. И был абсолютно прав. И запомните, кто из вас хоть один раз в жизни спросит, извините, а какой вам сайт нужен? Там вот у меня двойка и неут. Потому что если бы чувак знал, какой ему сайт нужен, он бы сам бы нашел вас первым. А если вы его спрашиваете, какой нужен, значит вы ни хрена не понимаете о своей профессии. Я вам скажу замечательный анекдот. Как ветеринар приходит к терапевту. И тот подходит, ну садитесь, батюшенька, тот садится, на что жалуется? Эээ, нет, извините, так каждый может. Понимаете? Это про вас. Когда вы начинаете меня спрашивать, какой мне сайт нужен, Дмитрий, а вы хотите, чтобы там было видео? Хрен его знает. Я хочу, чтобы там было видео, или только холл и сиськи. Я не знаю. Потому что вы мне давайте ответы, вы мне вопросы не задавайте. Я маркетолог, я в этом нифига, но я в этом понимаю. Но если бы я был дирижером, я бы в этом бы не понимал. Поэтому, пожалуйста, чтобы у вас не получилось так. Потому что, давайте придумаем, как себе видят скрипт вот эти тук-тук-тук, маркетологи из банка. Они думают. Сейчас мы звоним Дмитрий Александрович, и спрашиваем, Дмитрий Александрович, вам нужна карточка? Что он ответил? Он отвечает, Да! Мне нужна карточка. Я вот все сижу и жду, когда же вы мне позвоните? Когда вот я чищу зубы, иду, когда же мне позвонят, мне нужна карточка? Я должен ответить, Да! Это он так думает. Что я отвечаю на самом деле? Знаете, что я отвечаю? Ну? Потому что я не в состоянии ответить. Я вроде как предложение, я же не говорю, что нет, а вдруг мне надо? А с другой стороны, я не могу сказать, да, я сейчас скажу, у вас меня бабло. Поэтому что я отвечаю? Что? Ну? А теперь обратите в меня внимание, друзья мои, что вам ну? Отвечают часто. Часто. А ну – это только одна из форм несогласия. А теперь посмотрим, какой умный маркетолог в своем уме, в здравом рассудке, построил коммуникацию с клиентом так, что из трех вариантов «да», «нет», «ну», он имеет два отрицательных, это «нет» и «ну». Понимаете? Это ж каким же надо быть, чтобы играть против себя, как в казино. Он играет против себя с вероятностью два к трем. Против себя. Поэтому обратите внимание, чтобы у вас не было такой ситуации. Укол прямой адреналина в сердце. То, перед чем не может устоять ни один клиент. Это фейсбук моей жены, которая мне пишет, «Дима, мы будем заказывать сыну одежду там на сайте там определенном. Там 50% скидки и в понедельник еще, еще 25%. Говорю, «Софа, там задранная на 75% цена. Туда в какой день не зайди, там 50 плюс 25%. Нет, сейчас черный понедельник». У них Азохин Вэй, у них каждый день то черный вторник, то там зеленая пятница, то там серая среда, что угодно. То каждое самое. Они разбивают скидку и приплатить его стоять еще 25% сверху на 50% уже просто неокрепшему ему невозможно. Понимаете? Невозможно. Поэтому обратите внимание, что если вы собираетесь сбрасывать цену, как мне продали джинсы Левис. Ну, я хожу в одной и той же паре Левис, Левиса там денег, в одной и той паре Левису. Я прихожу, мне говорят, Дмитрий Александрович, что это? Но если вы купите вторую пару, минус 50%. Я такой, ну, меня не проведешь. Но если вы купите третью, то еще ко всему минус 40%. Собака, я маркетолог с 20-летним стажем. Я все знаю. Я ушел весь в джинсах. И меня жена чуть не убила, потому что я купил одинаковые пары. Чтоб не думать. У меня мозговая одетительность сказала, чтоб не думать, я купил. Поэтому, вот я же сам маркетолог, я же сам сюда. Но я не смог стоять, потому что когда 50, а сверху еще на все 40, и она стоит мне улыбаться, говорит, Дмитрий, я говорю, зачем вам такой размер, такой, вы же похудели. Все. Дальше. Делайте все просто, но не примитивно. Я вас к одному и к одному все время и вам говорю, если все говорят, что вы дорого продаете, вы неправильно подобрали целевую аудиторию. Если вы правильно подобрали целевую аудиторию, значит, вы не умеете его продавать, потому что надо искать форму продажи иную. Значит, вам надо все время вводить дополнительную мишуру, чтобы было все отбрасывать. Но самое главное, у вас все это ни хрена не понятно, у вас все запутано, у вас огромный ассортимент, мы можем то, мы можем то, мы можем то, это значит, что у вас ничего не купят. Когда у вас огромный ассортимент, когда вы спрашиваете, а как вы хотите, чтобы здесь там еще то-то, 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 я не знаю, как я хочу, не морочь мне голову. Давайте пакетные решения, не задавайте мне вопросы. У меня, знаете, как в компании, у меня в компании, после того, как мы взяли задаток, у меня больше ни один сотрудник не имеет права задать ни единого вопроса клиенту, до того момента только один, когда вы там готовы рассчитаться, там, во вторник или в четверг. все вопросы до задатка. Вы не имеете права по дороге позвонить клиенту и что-нибудь спросить. Все, не имеете права, это табу, потому что клиент меня нанимает для того, чтобы Дмитрий Александрович рассказывал, а не спрашивал. Понимаете? Поэтому я один раз, у меня есть такой опросник, там дофига вопросов, мне клиент отвечает, ответил, все, печа травина и никуда не денешься. Я не разрешаю больше потом делать ничего, потому что клиент ждет от вас решений. Если вы спрашиваете, вы хотите зелененькое или красненькое, вы плохо знаете свою работу. Вкладывайтесь в дизайн. 74% мы получаем визуально, мы не получаем только остальное, мы получаем следующими органами чувств. Поэтому обратите внимание, чтобы у вас были красивые бланки, чтобы у вас были красивые визитки, оно все было современно, чтобы у вас была красивая презентация. Вы же позорище, вы приходите, у вас такие презентации, это же позорище. Там же когда-то мы доказали такую презентацию, один бренд косметики приносит, покажите, 92 слайда убористым почерком, вот такие, вот такие полотна. на что я сделал, я посередине вписал, дочитавший до этого места может обратиться к автору за бутылкой коньяка. Никто ни разу им не позвонил, никто это даже близко не читает. Обратите внимание, чтобы у вас все было просто, упрощайте, убирайте лишние слова. У меня в компании правило, предложение 12 слов, все, что больше 12 слов, досвидос, неинтересно. У меня есть правило презентации, вы же, наверное, вы знаете, что такое питчдек? Понятно. Это в силиконовой долине принятый формат презентации, когда вы хотите презентовать проект. 7 слов на слайде, я разрешаю. Больше 7 слов на слайде, мне неинтересно, я не разрешаю, я не выпускаю такую презентацию. Конечно, потому что я вам ничего не продаю. Дальше. Три вопроса Розенфельда. Я вам уже сказал, их надо запомнить и на них надо ответить. А теперь важно, а что вы сделали, мы впишемся, а что вы сделали для ваших продажников? Что вы для них сделали? Вот вы продаете, что вы для себя сделали, если вы продажник? Какую книжку вы последний раз прочитали по продажам? С какой презентацией вы ходите по продажам? Что вы сделали, на каком мастер-классе вы были? Когда вы все время хотите, чтобы вы помышали продажи? А что вы для этого делаете сами? Ни хрена вы для этого не делаете? Самый важный слайд, мы заканчиваем. Вот теперь я рекомендую потом сфотографировать. Итак, я вам расскажу весь маркетинг, вот что вам надо в понедельник прийти и сделать от начала до конца. Будем идти вместе. Первое, создайте продукт. У вас нету продукта простого и понятного. Когда вы говорите, у нас, знаете, путевка в Таиланд от 200 долларов или любая страна мира для состоятельных господ. Это ни о чем. Ни о чем. Первое, создайте продукт, подберите целевую аудиторию к продукту, выделите уникальное торговое преимущество, создайте чем вы лучше других, определите трансформацию, в чем будет состоять ваша трансформация. Был таким, до моего продукта стал таким. Вы мне говорите, вы знаете, в чем вы говорите, Дмитрий Александрович, сделайте сайт. А я говорю, нахрена он мне нужен? И вы не можете мне объяснить, вы начинаете мне что-то бубнить, он вам нужен, вас узнают, бла-бла-бла, все оптимизации, нахрена оно мне надо? Покажите мне, что я заработаю на доллар больше. Покажите мне, что я был таким, а стану таким. Покажите мне, знаете, раньше я собаку кормил обычным кормом, а теперь ее кормлю педегрипалом, и посмотрите, как шерсть играет на солнце. Прокажите мне трансформацию. Обветьте на три вопроса Розенфельда. Красиво упакуйте, сделайте презентацию, сделайте какой-то красивый буклет, сделайте единый стиль, обновите логотип, потому что мы любим глазами, что мальчики, что девочки. Дальше. Подберите каналы коммуникации. Как вы будете доносить? Посредством интернета, или, блин, будете вешать борды, или будете делать адресные письма, или будете, блин, ездить на встречи. Создайте продающие месседжи, наймите психолога, закажите у меня, мы выпишем тексты, там, блин, мы правильно это все сделаем, чтобы это было коротко и ясно. Дальше. Научитесь продавать, поработайте над собой. Создайте продающий сценарий. Помните формула продаж? Вы должны прийти и рассказать о преимуществах, рассказать два плохих варианта, рассказать третий хороший. Оснастите ваших продажников, чтобы у них все от зубов отскакивало, чтобы у них все вовремя открывалось, чтобы оно все крутилось, вертелось. И дальше, друзья мои, поднимите задницу и идите продавайте. Чем больше раз вы удочку забросите, тем больше рыбы поймаете. И наконец-то возьмите и купите себе классный кабриолет. Друзья мои, Чингисхан был самым первым маркетологом в истории, о котором было слышно. потому что он единственный понимал в конкурентной борьбе. Чингисхан сказал, мало быть первым, важно, чтобы все остальные сдохли. И он был абсолютно прав. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы в микрофончик, ребята, поднимайте руку. Предпоследний слайд. Так, задавайте вопросы. Я иду. А еще назад. Можно? Сейчас, секунду. Окей, первый вопрос. Да, я тут, спасибо еще. Я вам второй вопрос задам, задавал первый в том зале. Скажите, пожалуйста, работают отзывы? Отзывы клиентов о вашей работе? Отзывы работают, очень отзывы делать, отзывы покупать. Но есть одно страшное но. Кто напишет один раз отзыв самостоятельно, того буду презирать. Отзыв только по-честному. А вот это, я Маша из Владивостока, я недавно обращалась, не, давай напишем не Маша, а Света. Да, я Света из Владивостока. Пишите, отзывы у вас должны быть только настоящие. Не, можно по-честному дать мне отзыв. Я сюда приехал к конференции, я говорю, дайте мне, пожалуйста, отзыв. Если вам понравится, не понравится ли, давай. Вы должны официально у человека спросить, можно ли этот отзыв буду использовать. но я считаю, это так надо. Ребят, поднимайте просто руку, кто хочет задать вопрос. Буду подавать микрофончик. Не стесняйтесь. У кого есть вопросы, давайте, потому что я еще буду здесь там пять минут. Да, конечно. А у нас можно вопрос? Извините, пожалуйста, я прошу прощения, сейчас перестану, будем рассказывать. да. Ну, вопросик, собственно, следующий. У нас цикл продаж, да, два-два с половиной месяца. Ближе к микрофону. Два-два с половиной месяца цикл продаж. Так вот, вы говорили в прошлом, ну, в зале, да, ну, в прошлом, что звонить клиенту нельзя, спрашивать, как и так. Нельзя. Нельзя. Но есть такой момент, что есть, ну, они банально забывают и что им нужно напомнить, что им надо дальше продвигать. Совершенно правильно. Вы совершенно правильно. Совершенно правильно сказали. У нас с вами одинаковый бизнес. У меня точно такой же бизнес. Я сейчас здесь вас замоложу, потом уеду, вы уедете и не звонить, не звонить. Я знаю, знаете, если я не забываю, это значит, вы хреново работаете. Если вы хорошо человека заинтересовали, он не забудет. У меня точно такая же ситуация. Я вчера, всего вчера мне рассказываю правду. Пишите, да? Ну, потом никому не покажем. Выступаю я на форуме юристов, а юристы для меня это жирные тюлени. Бабло есть, сами ни хрена не понимают. И все хотят, и сидят такие, знаешь, такие, да, нам надо развитие, нам надо развитие, да. А я такой, выступаю я на форуме юристов. И они такие, все, я их загибнетизировал, они такие, да, они же такие чопорные все, я же так выступаю, все, Дмитрий, вы порвали зал, ля-ля-ля-ля. Зачем, что как? И не звонить, а жирная компания, и не звонит. Не звонит, не звонит, не звонит, я уже знаю, что уже сижу, жду, уже себе играю песню, позвони мне, позвони. Знаешь, вот, тогда все. Сейчас приехал сюда, в Москву, было это еще в декабре. Приехал такой, здравствуйте, Дмитрий, мы бы хотели вернуться к нашему разговору. Дмитрий Александрович пишет, к какому разговору, я уже не помню. Понимаешь? Я бы позвонил, Дуля с Маком, ничего бы не было, ничего. А так они сами пришли, а я уже могу, о, ну уже много прошло с того времени, ла-ла-ла, напомните. И когда он мне начинает напоминать, получается, это ему надо. Ему надо. Знаете, вам нужен маркетинг? А маркетинг есть у меня. Понимаете? Конечно, не вопрос, но выступаю здесь я. Так вот, еще вопросы есть? Есть, есть, давайте. Понял. Скажите, вы очень опытный человек и как бы у вас уже громче. Сколько-то лет, да, опыта там, 20 лет вы сказали, сколько вы работаете. А как поступать… Я врал. Ну, возможно. Как поступать людям, которые только-только пришли, у которых нет опыта, как они не могут в принципе себя вести, как вы, не могут подавать информацию, как вы. то есть мгновенно этому научиться невозможно. Это требуется время, на это требуются клиенты, ошибки и так далее. То есть как в такой ситуации поступать? Дам совет. Три дам совета. Первый. Чем более вы слабее, тем меньше врите. Вот не выдумывайте, говорите полную правду. Вот когда иногда меня спрашивают, Дмитрий Александрович, а сколько там 100? Дмитрий, а сейчас, я помню сейчас ответить. Сколько займет презентация? Я знаете, что отвечаю? Хрен его знает. Я не знаю. Понимаете? Сколько надо, столько займет. Но я, когда клиент видит, что я хочу, вот я по-честному, это склоняет его на... Когда умный, это склоняет его на начало. Второе. Учитесь. Учитесь выступать. Почему я всегда говорю, заказывайте у меня презентацию, заказывайте. Она дорогая. Штука баксов стоит. Заказывайте презентацию. Почему? Говорю, ну вы видели себе, чтобы скрипач себе сам из дерева пилил скрипку. Вы выступать учитесь. На скрипку накопите, идите купите классную скрипку. Учитесь выступать. А вы начинаете что? Мы будем делать... Гриша, будешь делать презентацию? Да он ни хрена не знает, как делать презентацию. Поэтому учитесь именно гастролировать. Гастролировать. И третье. При всем уважении, наймите компанию. Никуда вы тут не денетесь. Это все равно... Вот вы говорите, ой, как бы мне самому. Это все, что я буду сидеть... Вот я вам скажу, вы знаете, я сейчас приеду в Киев и буду себе делать сайт. Вы такие... Понимаете? И вы все смеетесь. Ну, конечно, вы знаете, как на больного. Поэтому когда вы говорите, ой, как же нам вот это развиваться? Мы там вот сами пытаемся. Я такой смотрю на вас, деточка. Поэтому вывод. Возьмите себе, наймите компанию. Все через... Ну, вот поймите, сайт это инструмент. Я вам как маркетолог скажу, сайт нужен далеко не всегда. Встаньте в первом ряду Гугла. А нахрена ты в первом ряду Гугла? Ну, вы себе отвечали вопрос. Какую-то задачу вам решает. Поэтому на самом деле, хотите, не хотите, наймите, причем именно удаленного. Своему маркетологу не нанимайте. У него будет только одна единственная задача, это продать свою заплату. И ничего не сделать, потому что, чтобы не получить по шапке. Потому что маркетинг это риск. Чувак, делаем это, там, я не знаю, там клеим сиски на Мерседеса. Оно не пошло. Поэтому я не буду такой. Я взял и свалил, ну извините. И ушел. А ваш этот маркетолог, он никогда даже на это не пойдет. Потому что он будет переживать, что его уволят. Вывод. Наймите рекламное агентство, наймите маркетинг. Короче, наймите. Не лезьте туда сами в розетку. Не лезьте. Ну его нафиг. А это не такие большие деньги, как вы думаете. Вывод. Учиться самому, все перевести в вычисляемое, то, что я вам сказал. Подкопите жирка и найдите, пусть вам кто-то найдет вот эти отличия дальше. Есть, пожалуйста, рапостик. Вот, мужчина. Сидите, пожалуйста. Мне неудобно, что вы стоите. Нет, да я встану зачем. Скажите, пожалуйста. Ну сейчас вот у нас в России кризис, конечно. Но я так полагаю, я думаю, здесь многие согласятся со мной, что на Украине еще более тяжелая ситуация. Экономика больна гораздо сильнее. Как вам в таких еще более тяжелых ситуациях удается продавать свой маркетинг, когда все на всем экономят? Отлично. Спасибо большое, что я понял. Мне удается продавать маркетинг вот так. Расскажу вам почему. Потому что у меня секрет. Это сопереживание. Я подхожу и говорю, трудно, наверное, да? Плохо. Человек, да, плохо. Я говорю, денег ни у кого нет, у клиента придурки. Я говорю, да, да. А так хочется все бросить и на пляж. Да, да. Но я знаю, как этого достичь. Получается, на самом деле, если честно, хорошо, скажу совсем. Вот смотрите. Я изменил форму. Форму. Потому что, когда говорят, а сколько стоит сделать там маркете нашей компании, я могу, что там, пятерку денег. Она того стоит, но он не заплатит. Не заплатит. Я думаю, сколько же у тебя, Васенька, есть? Ну, 500 долларов у него есть, есть. Говорю, хорошо, мы тебя будем вот так вот помесячно вести. Я с него то же самое высосу, но за более длинный срок. И будем там с ним встречаться там раз в 10 дней. Я изменил форму. Когда у вас, когда вот у нас там падение рынка, слабые отмирают, сильные остаются. И происходит вот реальное омоложение. Но все хорошо понимают, что в кризис, который есть, в нем ты, это единственная возможность отжать долю рынка свою. Поэтому я прихожу к ребятам и говорю, ну, вот вы сидите здесь. Я вам, знаете, что скажу? У вас в России кризис тоже. В следующем году здесь ползала не будет. Ползала не будет. Хотите гарантированно купить билет? Мой номер телефона вот. Вот так я и продаю. Здесь, пожалуйста, вопрос. В предпоследнем вопросе была ремарка, что если умный человек, а большинство другие, как бы, ну, не большинство, но очень большая часть, что делать? Абсолютно согласен с вами. Такое тоже бывает. Я очень много вот работаю с красными пиджуками. Чувак, чтобы там все было чики-пики, то в асфальте закопаем. Ну, пока меня в тазике Днеприя не обнаружили. Поэтому я вам очень просто скажу. Во-первых, вы должны четко отвечать за каждое свое слово. Во-вторых, станьте для человека экспертом. Третье, никогда с ним близко. Такие люди очень часто предполагают, там, чувак, давай бухнем, там, мы с тобой компания, фа-фа-фа. Никогда с клиентом не сближайтесь. И четвертое, это то, что для такого человека, для него важны не вы, а он в призме вас. То есть для него сайт, он нужен для того, чтобы в него любоваться. Знаете, мне это напоминает анекдот, когда двое новых русских встречаются на ресничные клетки и курят. Я тебе говорю, это я Мерседес купил. То есть я Мерседес купил. А там, блин, у меня жена модель. Говорит, у меня жена модель. А у меня жена там Минстам того-то, у меня жена Минстово-то. А у меня сын родился. Говорит, у меня сын родился. А у моего первый зуб. Говорит, а мы своему золотые вставили. Так это тот самый случай Тот человек любуется через вас Поэтому вы должны ему быть зеркалом А зеркало всегда холодное и беспристрастное Ему еще приятнее, что вы немножко на удалении держите Говорите, ну да, это вы молодец, конечно Нет, я не бухаю с клиентами Он говорит, я отказываюсь Я не могу, это я у тебя один А таких, как у тебя, у меня много Или с другими клиентами по-другому Лучше себя вести, с умными С умными? С умными не так С умными все по-честному Ну вот с умными все по-честному Говоришь вот так и так, а с такими только так Когда человек, ну красный пиджак Он на себя смотрит через тебя Через призму тебя Понимаете? Поэтому он смотрит Действительно ли ты его видишь Таким, как он хочет сам себя видеть Понимаете? То есть льстить ему, да? Извините, но это не так Это не просто льстить А тут надо льстить через свою экспертность Вопрос еще был Действительно, я немножко в дискуссию зажил Вот вы говорили, что на какой-то момент Что нужно переспрашивать Говорить, хорошо ли там меня слышно Все ли согласны Но если человек вам говорит, да А спиной держит фигу То есть он не согласен Он же ее все равно держит Вот она же все равно есть А так лишняя капелька на мои весы Ну у вас нету вариантов Ну все равно он держит Ну не понравилось все Ну все равно держит А так хоть немножечко Я думаю, что нам Погадать на самом деле Зарешать Мы на 5 минут уже Передержали Я думаю, что вы будете здесь Дама должна быть последней По-любому Я считаю это несправедливо Спасибо Спасибо Здравствуйте Как быть в той ситуации Если человек Ну вот клянчит скидку Он в принципе уже готов купить Ну вот Прям выпрашивает скидку Как вы поступаете В этой ситуации Дат Субтитры сделал DimaTorzok